сегодня вашему вниманию я хочу предложить сочные котлеты с пылу жару для их приготовления нам потребуется вырезка мясная белый хлеб или белая булка пару небольших или одна большая луковица сырое яйцо помимо этого какие-то приправы какие вы любите к мясному блюду для приготовления котлет нам необходимо через мясорубку пропустить мясо лук и предварительно замоченный хлеб потом отжатый от жидкости откуда же вообще возникло понятие котлеты оно к нам пришло из европы изначально котлеты появились во франции от слова котел ребристый или кот ребро изначально это был кусок мяса на косточке позднее уже к концу девятнадцатого века в россии появляются рубленые котлеты и к середине двадцатого века где-то в тридцатые сороковые годы появляются котлеты из фарша и это блюдо уже было записано в поваренных книгах того времени мы изготавливаем домашние котлеты из фарша мясного я люблю котлеты но только домашнего приготовления фарш подготовлены предварительно мы добавляем яйцо по вкусу солим и добавляем немного тоже на вкус горько душистого перца кто-то добавляет чеснок еще фарш я предпочитаю делать котлеты без чеснока всю полученную массу мы перемешаем и далее внимание секрет сочности котлет содержится в добавлении жидкости которую мы добавляем уже к полученному фаршу котлетки тогда получаются очень мягкие нежные и сочные внутри и так фарш готов берем панировочные сухари берем количество мяса какое какие мы хотим большие маленькие видеть котлетки формируем котлету я делаю не плоскую а такую объемную котлетку и в обмакиваем в панировочных сухарях я вначале заготавливаю полуфабрикат котлет а потом уже приступаю к жарке причем могу тоже посоветовать что можно сразу сделать большое количество таких котлет часть котлет заморозить после разморозки и последующей их жарки они не теряют своих свойств и достаточно удобно не нужно несколько раз делать фарш обрабатывать все можно за один раз немного больше времени уделить зато потом вы будете обеспечены этим блюдом так подготавливаем формы кстати еще при 2 периодически можно мочить руки с тем чтобы фарш не налипал на них и так котлеты у нас подготовлены теперь предварительно разогреем растительное масло нальем его достаточное количество в сковородку и уже в подогретое масло выложим котлеты следим чтобы они не пережарились поджариваем с одной стороны переворачиваем на другую сторону и вот котлеты у нас готовы делаем под гарнировку котлетам в данном случае я сделала картофельное пюре и малосольные грибы приятного аппетита до новых встреч на нашем